В 2008 году в Совете Федерации на заседании Комитета по социальной политике Единогласно одобрили инициативу об учреждении нового праздника Дня семьи, любви и верности Тогда же появилась идея сделать ромашку символом праздника Праздник учредили 8 июля в день памяти православных святых Петра и Февронии Которых считают покровителями семьи и брака С вами программа «Русская культура. Истории О!» Здравствуйте! Петр, как известно, был князем Муромским, победителем змея От нечистой крови змейборец покрылся струпьями Излечить его от болезни смогла простая крестьянская девушка Из села Ласково, Феврония Вот почему этот день так чтят на Рязанской земле до сих пор Повесть о Петре и Февронии опирается на фольклорную основу Это муромские местные легенды и сказания Связаны еще с народным почитанием княжеской четы Петра и Февронии Также повесть связана и с русскими народными сказками Сказками о змее и змееборце Этот сюжет большей частью связан с фигурой князя Петра И со сказками, связанными с образом мудрой Февронии Мудрой девы, разговаривающей загадками Дающими чудные задания в загадках Девы, обладающие неким высшим знанием и даром исцеления Ну какая здесь мудрость, Февронюшка Зеленеет трава, светит солнышко Нет у них языка, чтобы рассказывать Станут ли они клады указывать? Клад чудесный от глаз не скрывается Сердце доброму он открывается Наполняет здоровьем и силою Тех, кто любит свою землю милую В этот день гости праздника увидели Не только театрализованное представление Но и самые настоящие свадьбы Две пары решили создать семью В День семьи на родной земле легендарной Февронии Мы давно мечтали пожениться именно в этот день Для нас это счастливая дата Святые Петры Февронии для всех является образцом Семейного счастья, любви и верности И мы хотим пожелать всем одиноким сердцам Встретить свою настоящую любовь Обрести семейное счастье Создать крепкую и надежную семью И жить долго и счастливо Когда Сергей и Евгения пришли в ЗАГС Оказалось, что 8 июля мест нет Ребята уже стали выбирать другую дату Как вдруг им предложили расписаться В Ласково на праздники семьи Конечно, они согласились Мы познакомились на свадьбе тоже у друга Это было 19 июля прошлого года Ну, как бы Все произошло так Ну, пригласил на танец И потом, соответственно, закрутилось И теперь мы вместе Получается, мы даже стели друг напротив друга Так получилось среди множества гостей 8 июля 2015 года Вступают в брак Крылов Сергей Енадьевич И Семина Евгения Сергеевна Алханов Руслан Лечевич И Власова Валерия Андреевна Уважаемые новобрачные Для регистрации брака Вы выбрали особенно прекрасный день День семьи, любви и верности Этот праздник приурочен ко дню памяти Святых князей Петра и Февронии Их жизнь стала образцом взаимной любви И супружеской верности Благочестия и милосердия Эти христианские ценности И сегодня остаются важными и значимыми Поскольку делают жизнь человека Эмоционально богатой И духовно наполненной А вот семья Новиковых Может стать хорошим примером Для новобрачных Вместе мы уже 30 лет Познакомились В 85-м году Так как жили рядышком Мы здесь после армии День свадьбы у нас был На день ВДВ Так что все в Берете Расписывались как раньше Еще по старым Додорожным советам В Редкинском Вся семья принимает активное участие Жизни родного села Подвязь От чего надоест Мы всю жизнь в трудах В заботах В воспитании детей У нас двое детей Дочка и сын И пятеро внуков Четыре внучки Один внучок-жучок Имена супругов Увековечил средневековый автор Написав повесть о Петре и Февронии Знакомую каждому Со школьной скамьи С этим древнерусским произведением Связано множество споров И прежде всего Спор о времени возникновения текста Долгое время считалось Что текст появился в 15-м веке Ученые связывали образы Князя Петра и княгине Февронии С тихими ангелами Андрея Рублева Сейчас достоверно известно Что повесть написана в 16-м веке А автор ее книжник Ермолай Еразм Писал он это произведение Для сборника Чите Минеи По просьбе митрополита московского Макария Однако в сборник повесть так и не вошла В центре этой повести оказался сюжет О взаимоотношениях мужчины и женщины Княжеской четы О любви простой крестьянской девушки Из села Ласково И муромского князя Петра То есть и новым было изображение героя Новым была и тематика И мотивный комплекс данного произведения Новым была и та идея Которая в рамках жительного текста Автор говорил абсолютно однозначно Говорит он здесь именно О спасительной силе любви Которая преодолевает предрассудки И условности сословные Которая спасает душу Которая спасает человека В любые времена Повесть о Петре и Февронии Так и не стала частью сборника Чети Минеи Но своего читателя она все же нашла Об этом свидетельствуют Многочисленные списки редакции В шестнадцатом и последующих столетиях Повесть заслуженно вошла в сокровищницу Древней русской литературы И до сих пор считается Шедевром средневековой словесности А главные герои сквозь столетия Остаются примерами духовности и нравственности Повесть без сомнения Обладает ценностью и уникальностью На все времена Поскольку если прочитывать этот текст Не как некую сказку А вчитываться в глубже В тексты и осознавать Более широко это произведение То это текст О христианской любви О непременной Супружеской верности и преданности Что составляет И основу жизни любого человека Да и мира в целом Это текст об истинном благородстве Благородстве души Это текст о спасении души человека Это произведение о христианском смирении И крутости, которое должно быть И основой жизни человека Да и церковной власти Которая, как в 16 веке говорили Представляет из себя Обоженное самодержество Власть без веры – ничто Как, собственно говоря, ум или знание любого человека Без веры в Господа – ничто Это произведение И о любви той самой, которая говорится в Евангелии В этом смысле мы всегда вспоминаем Слова Христа Из первого послания Коринфиана Можно этот от этого фрагмента зачитать Поскольку очень созвучны эти слова То идея, которая звучит в этой повести Любовь долго терпит, милосердствует Любовь не завидует, любовь не превозносится Не гордится, не бесчинствует Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла Все покрывает, всему верит Всего надеется, все переносит Вот об этом эта повесть В центре повести любовь, благородство, супружеская верность и смирение Петр борется со змеем и принимает болезнь, защищая семью своего брата Уже в самом начале заложена идея о сакральной ценности – семье Какое бы поколение ни прочитывало данные страницы Оно находит то, к чему, собственно говоря, человек и должен приходить А Ермолай Еразм всеми страницами, всеми сторочками своего произведения говорит об этом И вступительными, и заключительными, и сюжетных повествований Он говорит о том, что мир обретает свою равновесие, обретает свою гармонию Только в этом случае, когда основан на любви А если берем брак, то на любви супружеской На любви, когда опять же по словам Христа Жена имеет мужа своего, а муж имеет жену свою Только это равновесие и дает гармонию эту меру Сейчас супружеские пары просят покровительства у Петра и Февронии в семейном счастье А вот у более древних наших предков этот день соотносился с первым покосом Он считался праздником полной зрелости полевых и лесных трав Рацветающих к этому времени во всей красе Согласно календарю восточнославянских народных праздников Соотносящемуся с православным В этот день последние русалки уходят с берегов вглубь водоемов Поэтому купаться с этого момента считалось совершенно безопасным Двоемирие, двойное зрение или иными словами смешанное сознание Характерно для жителей нашей страны Православные традиции все же окрашены поэтическим воззрением предков на природу Которое весьма близко к языческому видению мира Здесь речь, наверное, не должна у нас идти именно о чувственном отношении к природе Потому что оно на самом деле было близко всем древним народам Они жили за счет природы А вот другое дело, когда возникает более серьезная религиозная идея Вот как то христианство, как то ислам, как то буддизм Которые уже выстраивают иное отношение к природе И вот здесь мы, кстати, можем с вами поговорить и о языке О этно-лингвистической проблеме Потому что все эти отношения, они в конечном итоге отношения к природе И дальше я перечислю еще к чему Они оформляются через определенный язык Отец Сергий Рыбаков оперирует такими понятиями, как этно-лингвистическое и этно-историческое мышление Это сейчас огромная задача, это именно освобождение от всего наносного, ложного И возврат к правильному, к нашему исконному языку Вот это и есть этно-лингвистическое сознание И, кстати, оно как раз в плане исторического сознания Позволяет нам тоже определить, а кто мы? А мы всего лишь звено в цепи поколений Не случайно здесь прозвучало «мы» Осознание себя единым целым собственным народом И есть основа мышления этно-исторического Проверить свою причастность к народу можно всего лишь одним вопросом Например, кто в 1945 году победил фашистов? Этно-историческое сознание То есть восприятие своей собственной истории, истории своего народа, как своей собственной Или восприятие своей собственной истории через призму восприятия истории народа Простейшие примеры Вопрос, кто победил в 1945 году фашистов? Советский народ А этно-историческое сознание, да, оно, может быть, более подробно, конкретно в этом отношении Может быть выражено Мы победили Понимаете? То есть победили конкретно мои предки Вот там мои родственники, которые воевали, да Родственники моей супруги, родственники Те, кого я близко знаю То есть конкретно это победили мы Отсюда, кстати, возникает соответствующее видение будущего Потому что, почему, говорят, если народ забыл все, потому что он не имеет будущего А отсюда тогда мы должны отстаивать наше завоевание наших предков И заповеди, которые нам были даны Ну, вот одна из таких заповедей, Русь витая, храни веру православную, ниже тебе утверждение Мы их храним? Увы, нет Почему? Потому что сейчас, к сожалению, вот это этно-историческое создание не сформировано Вспоминая славные дела наших предков, бережно сохраняя традиции, мы создаем собственное будущее Любить друг друга, верить в нерушимые семейные ценности и помнить о величии собственного народа Стоит не только в празднике, но каждый день С вами была Марина Комиссарова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok